коллектив доброе утро у нас сегодня предстоит очень ответственный момент обварить машину если даже получится то почти все обварить кроме каких-то усилителей кроме задней панели еще раз здесь перемирил появилась одна стяжка зажим стяжка здесь немножко маловат зазор поэтому помните вчера говорил иногда приходится больше делать поэтому немного перетянул его то есть пусть лучше будет перетянуто и появилась вторая стяжка которая блин или объектив надо вытереть такой грязный которая нам немножко вот этот зазор придерживает потому что она висит по сути в воздухе и как вы знаете берешь так зазор вырос поэтому вот эта стяжка немножко она его уменьшает придерживают ну а нижняя немного вот я будет так то все классненько все ровненько все все ровно тепло привезли попросил померяем мы проданы без хромчика хром снят но на посуде он и не надо мы так по резинкам увидим ну как бы захотелось что-то перестраховаться что-то умереть был как всегда хочется побольше померить побольше померить но он стоит зазор как зазор есть сейчас на стекле это родное стекло и она туда просто-напросто оторвалась видно грунтов и краска поэтому сейчас она здесь как бы его туда то есть обрезать тогда как оно немножко пырнуло низ обрезан бок обрезан бок обрезан наверх только не обрезан и как бы вот сейчас смотрю немножко знаете как здесь некрасиво как будто вот так вот если упереть по тогда красиво то есть низ у нас больше нормы за пол занырнул бока больше нормы а вверх нет ну так принципе если здесь смотреть за подлицо то вот здесь рамка немножко западает потому что гельминчика не то здесь ровненько в общем убираем стекло и дальше в подрезал только что стойку потому что тут стяжка степ но уже кстати не фиксирует в общем отверстие совпало миллиметр в миллиметр подрезал сейчас первым делом вот так вот надо взять это дело и обварить сейчас уже сделано несколько точек ну я впервые стоял все потом сделал несколько точек потом подрезал потом начал стекло мерить смотрю как красиво подходит конечно же на похвастаться как оно подошло на днище на днище там сделал несколько точек ряд тот 6 миллиметров вот здесь точки чтоб уже никуда не делась и внутри там же привариваются через отверстия саленблока этом сплошными швами поварил как и хотел в общем ничего не мешает брать и варить ничего не мешает брать и варить зазор у нее такой знаете миллиметра 3 4 ну вот такой он и есть можно дело короче надо брать и варить прошло полдня не полдня портсов я варю понемножку было заварено вот здесь точки взял поварил некоторые обварил зачистил не буду скрывать здесь два шва как произошло выставил все класс заварил не до конца потому что я вот говорю я пару рядов точек сделано остыла закрыл дверь посмотрел потом открыл пару швов опять остыла посмотрел один момент обнаружил стянула подло пришлось резать пришлось резать опускать немножко четверть давать больше зазор варить заново зачищать есть готово то есть лоханулся сразу не дал больше нормы усилитель обварим потом ему зашьем в конце здесь всё здесь всю песня здесь все песня 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 потому что когда обварил здесь не песня стала идет немножко подняла вот казалось бы подняла но уже все хорошо дальше перешел на задницу Там ничего больше не варил Перешел на задницу Сразу, чтобы не прозевать Опустил немножко Сделал Раньше упирал, сделал зазорчик небольшой Здесь все у нас замечательно То есть сделал жопу меньше нормы Буквально на миллиметр Если даже оно никуда не повело Ничего не утянет Тогда не проблема Там поднимем миллиметр Там никто ничего не заметит Усилитель заварил полностью Первым делом варим усилитель Я варю Вот что-то захотелось мне усилитель поварить Так оно выглядит у меня тут Имею ввиду Вот так поднимаешь Все закрыло Автоматическая шторка получается Первым делом усилитель Дальше мне почему-то хочется Кинуть накладку У нас здесь идет одна накладка А потом идет еще маленькая Поверх этой И что хочу сказать Это потом будем варить Если должна будет отверточкой Где-то там подать Куда-то вперед-назад То всегда вот Через этот момент Можно и подтолкнуть Все равно здесь отверстия нету Чтобы толкать Тут неудобно Ну я имею ввиду там Что-то поддеть Да и Когда сейчас завяжем Уже какая-то жесткость хорошая Отдастся Сейчас усилитель зашью А потом уже буду лицевую панельку Эту варить О чем я? Оде я уже делаю Эту лицевую панельку Я тут ее Тягал, тягал и затягал Сейчас найду Вот нашлась Вот у нас есть Эта панелечка Сейчас это все зачистим Чтобы здесь С точки Сплошные швы Поварить Вот так это она будет Она у нас Верх обрезанная Как раз Встык А, она не встык Блин, ну да Вот так встык обрезанная Вот она Вот так обрезанная Вот, все, хорошо Сейчас она будет Подрезать только От кубиков Отметь Там про 8 мм 8 мм А вот только Как всегда там Нас прикрутить И по месту Может это даже резануть А может получиться Так ее подогнать Ну, сейчас Сейчас мы ее Будем вваривать Грунт для Скрытых плоскостей У нас появился Другой А не какой был Вот он Купил я на пробу Вот такой Грунт АПП Цинк 98 спрей Сварочный грунт Цинковый Аэрозоли В общем Будем его Тестить Потому что Тогда Женька С Германии Выснал несколько Грунтов И они уже Почти закончились Я Купил Такой И сразу Позвонил Заказал Бодевский Еще грунт Но Что-то Там Где я Заказывал В итоге Его нет И Забыл А Игорь С Одессы Должен Прислать Тоже Цинковый Грунт Бодевский Он ему Больше нравится Чем этот В общем Будем тестить Два грунта А пока Работаем Вот этим Сейчас мы Внутрячок Загрунтуем Готово Загрунтовано Серенький Такой он у нас Пшитает Офигеть Хотя и баллон холодный Но Прям вылетает С него Краска Пусть высохнет Хоть посмотрим Как оно выглядит Высушенное Вроде Игорь говорил Долго сохнет Сейчас надо Техничку Почитать Говорю Блин Тут написано Он сохнет 7 минут 5-7 минут Но Нанести Возможность Манипуляций 20-30 минут Делки-палки Это что мне За 20-30 минут Быстренько заварить Или надо Туда я пошел варить Нифига не уложился 20-30 минут Минут 40 Варил Он просто Чтобы Аккуратненько Чтоб не перегреть Что с грунтом Такой Грунт Как грунт Не важно Грунт Я зашил Еще не чистил Еще не чистил Варил тоже Там стежок Там стежок Чтоб не сильно Не перегревать Точки Это можно Защищать Это можно Защищать Это можно В общем Зачистить Можно Вот эту Полосочку Которая Закрывает Остаток Внутренней стойки Это мы в конце Когда лицевую панельку Приварим Во-первых Подложку Можно всунуть Во-вторых Надавить Надо А когда Зачистим Заваришь Где-то Поведет Может Надо Давануть Рихтануть Будет Но здесь Понятно Да У нас Лазерная Сварка Вот такая Идет И Тогда Были Сделаны Прорези Болгаркой Сейчас Вот Заварили Пойдет Вот Даже От видного Дырочка Маленькая Даже Заваривать Не буду Тут Так Задумано Здесь Тоже Если Присмотреться Куча Дырок Кашу Кашу Короче Подзавод Заварил До угла Дошел Дальше Здесь Идет Уже Чуть Не Совпадение Кое Какое Я Так Предполагаю Что Надо Просто Вот Это Вперед Подать Легонько Ну Конечно Чтобы Складочка Так Бо Все Как-то И Ничего Но Тем Не Чуть Чуть Не Достает Или Шпаклю Ну Предлагаю Голосовать Смотрите Что Я тут Подумал Резко Если Б Я Делал Эту машину И Мне Нужно Было Симитировать Вот Такие Швы Если Были Такие Нужны Были Швы Сделать Вот Симитировать Я Сейчас Я Зачищу Лепестковым Собью Да Многие Знают Что Когда Готовишь Автомобили Если Нет Сварочных Точек Ну К Примеру Я Тут Так Делал Это Все Так Делают Многие Так Делают Вот Точки Да А у Тебя Не Было Ты Загрунтовал Жирненько Или Нежирненько А потом Просто Вот Берешь М6 Болтики Так Ляп И Когда Засыхает Вполне Хорошие Точки Потом Наждачкой Замотовываются Там Триста Штяточки Шестоточкой То Эти точки Остаются Если Б Я Делал Мне Нужно Симитировать Было Вот Эти Вот Эту пародию На сварку Как бы Поступил Я Так же Как и Со сверлом Случаи Грунта С точками Я бы Зачистил Потом К примеру Вот у меня Есть круг Где-то 0,8 Потому что Единичка Как-то Много Ну вот Я взял бы Круг 0,8 И пока Оно сырое В грунте Можно было бы Просто взять Так Раз И Пройтись Я вам Говорю Вот эти Грунтовка Бытянулась За кругом И вот эти рваные краябы Тютя в тютю Получились Поэтому Маляра Я не знаю Как вы так делаете Но я быстренько Вот так Для себя Способ Придумал Грунта Навалял Чик Стежок Чик Стежок Ну то есть Я бы делал так Там пацаны На рации Матюкаются Поэтому не обращайте Внимания Я все-таки Решил поэкспериментировать Вот смотрите Нанес грунта И сделал И вот Кругом Прошелся Но Как по мне Надо Просто Предугадать Время Вот это Сразу Как только Нанес Сразу поставил Баллон И нанес Кругом Вот здесь К примеру Ох Нифига Себе Люди Мне кажется Второй раз Еще жирней Получился Ну давайте Вот у нас Завод Кстати Вот завод Вот завод Где до реаниматор То есть Надо просто Поэкспериментировать С грунтом Со слоем А круг Я предложил Взять отрезной Потому что У него края Неровные Зацените Последний Вот ближе К этому краю Макс Шелков Привет Я научился То есть Как по мне Как по мне Имитировать эти швы Еще проще Чем делать точки Чем еще проще Делать точки Блин Только надо болт Искать Чтоб он был Вот болт Кстати Который на камеру На видеокамеру Подходит Сперед него бампера Девятки У него резьба Необычная Надо болт Чтоб был Вот как Вот такой Это не такой Но в общем Надо болт Чтоб у него был Такая выемка Люди у меня болтов Таких нету Короче на специальный болт И вообще Шестерка Это мало Надо восьмерку дать Значит прошло Еще 2 минуты Вообще шикарно Слушайте Ну давайте Я заметил Когда я стойку варил Он даже через минут 10 не высох Особо Он еще мог И был Давайте минут 10 Пройдет Пройдет Мы с вами Попробуем Я попробую Потом покажу В конце видео Результат Люди А когда грунт Подсыхает Мне кажется Еще круче Получается Напомню Вот заводская Наша Видно А вот К углу Ближе 2 По полусырому Уже грунту Мне кажется Вообще Класс Потому что По жирному Все таки Плохо Он немножко Ну как бы Ну затекает А вот именно По По полу Жирному Где тут Полужирный Да Смотрите Какой рваный Шов Рваные Края Получаются Ну да Ничего Так Напомнить Какой он должен Быть Вот какой Он должен Быть Крашеный Видно Я надеюсь Вот А вот В общем Так на краске Можно любой отпечаток В общем Методом Пропий Ошибок Можно Выфигачить Для себя Ну что Да Ничего Надо Чтоб Подсыхало В общем То Если я машину Гоставил Я легко Эти все Швы Повторил Еще раз Закрыл Посмотрел Тут Все хорошо Кругом 1.2 Сделал Рез Здесь у нас Такое Несовпадение Было Ну когда Обрезал За счет Того Что Черный Металл Уже На этот Не налазит Он Как-то Дук Дук Яж Отпрыгнул Но У нас Все равно Есть Здесь Ступенька Ну Может Вот Такая Вот Я не знаю Сколько Может Миллиметр Полтора Может И два А может Даже И два Нифиг Делать Конечно Если Взять Вот Сюда Отвертку Завести И подломать Тогда Оно Ровненько Получается Если Натянуть Блин Колян Школьник Мешает Снимать Ну то есть Вот так Бери Вари Ну так Неправильно Потому что Мы Мы И черную Заталкуем Туда Деда Реаниматор Привет Дед Реаниматор Он мочалку Делает В общем Оно Чуть Неправильно Потому что Лучше Серое Вытянуть Поэтому Поэтому Наша Волна 1500 Спот Сейчас Приварим Петелек И дернем Дернем Это Сильно Громко Сказано Потянем Мостом Эти Петельки Зачистил Вот Немного Я не знаю Сколько Штук Три Четыре Приварим Там Усилия Никакого Мы мостик Чуть Не упал Мы мостом Сейчас Подтянем А потом Обварим Здесь И здесь Мост Бросим Никуда Денется Никуда Блин Оторвем Потому что Длительность Неправильная Была Кстати Машина Варится Очень Прикольно Блин Вообще Под 45 Приварил Машина Варится Прикольно Цинка Никакого На ней Не обнаружено Вот Сузуки Гранд Витару Варили Она Очень Плохо Варилась А это Варится Хорошо Короче Три Петельки Хватит Давайте Еще Туда Одну Заткнем Серединку Хотя Я думаю Хватит Нам Здесь Ладно Пойдет Все Держаться Не А Теперь Вот Поставим Мост Кто-то Спрашивал Недавно Длина Моста Смотрите Вот Вот Как раз Вот Вот Такой Какой Сделался Такой И получился Сейчас Подтянем И будем Варить В принципе Здесь На этой машине Два Ответных Шва Это Вот Этот Весь Узел И На Пороге Немножко Ответственный Все Остальное Ерунда Вот Блин Что-то Западает Мост Пытается Вывалиться И Кан Соответственно Вываливает Неправильно А что Неправильно Потому Что Неправильно Потому Что Ни на одной Плоскости Петельки С опорами Сейчас Если так Так Надо Он Будет Падать Да Да Это Не хочу Вот Так Так Вот И Подтянуть Надо Ну Да Как Это Ну Вот Так Надо Брать И Вводить Но Я Не буду Держать Его Поэтому Надо Чем-то Его Натянуть Сделать Заподлицо Вот Так И Тогда Хотя Внутря Как Говорит Немножко Нарушки А потом Бросите Никуда Не Денется Ну Просто Он Нифига Не Держится Если Натягивает Просто Вбок Начинает Вываливаться А если Здесь Втягу И Здесь Тогда Будут Наоборот Вываливаться В общем Сейчас Я Чем-то Зафиксирую Прихвачу Заварил Здесь Немножко И Там Полностью Внутрячок Вот Цепь Накинул От фонаря Она Под своим Весом Так Давит Что Как Раз И Мост Выгнуло В нужную Сторону Сейчас Остынет Отпустим И Можно Полностью Шов Варить Споттер Споттер Под рукой Потому что Он нам Пригодится Хотя В сварке Шва Не пригодится Но Вот Можно Будут Сразу Это Место Споттером Сделать Подложку Будем Делать Не Будем Я Не Знаю Мне Например Все Равно Делать И Не Делать Сейчас Посмотрим С Подложкой Проще Но Зато Потом Если Поведет В любом Случае Будет Вот Такое То С Подложкой Споттером Трудно Работать А без Подложки Элементарно Я Вчера Когда Видео Снимал По Юбилею Гаража Потом Дома На редакторе Нонтирую Смотрю Блин Какой я грязный Хоть бы умылся Ничего Страшного Это Это Рабочий Процесс Это Все Можно Вот Как Получилось Слой Грунта Маленький Потому что Это Цинковый Грунт Это Не Заполняющий Не Наполняющий Или Как там Правильно Маляры Видно Дорожки Эти Ну В принципе Ничего Так Способ Рабочий Что Я смотрю В объектив Ничего Не видно Грунт Какой-то Матовый И теперь Ничего Не видно Ну Ладно То Не важно Значит Рассказывает Что Сделал Потому Как Время Уже Почти Пол Седьмого Еще Только Закончил Пять минут Назад Варить Только Вот Отчет Что О Проделанной Работе Вот так Вот Мы Варили В таких Домиках В частности Вот Этот Домик С Огнеупорного Материала Построен Только Ради Того Чтобы Вот Эти Точки Вот Эти Поварить И Здесь Латунькой Латунькой Шов Был Паем Теперь Этот Не Латунькой Паян А Полуавтомат Это Можно В принципе И убрать Ну Ладно Это пусть стоит До тех пор Пока Остался Одинственный Важный Момент Это Вот Этот Шов Остальные Все Швы Уже Вообще Неважные Зашить Вообще Неважно Я Не захотел Сейчас Зашивать Потому Что Чтобы Зашить Мне Надо Залезть Залезть Это Надо На нее Стать А стать Боюсь Потому Что Боюсь Сейчас Все Размеры Собьются Не Равнял Вот Это А Заварил С подложкой Подложкой Нашел Бордель У меня Трубец Где-то Я туда Кинул Кусок Серебристого Крыла Отрезал От него Кусочек Завел Заварил Когда Варил Споттером Волной Нашей Поддергивал Ну Там Я смотрю Провалилась Поддернул Поддернул Остыло Там Поддернул Ровненько А вот Заварил Зачистил Здесь все готово Здесь все готово Вот это не стало Ровнять Потому что Ну мы потом Мы все равно Споттером будем Я решил Вот этот угол Оставить на Вот это По машине Споттерные работы Только раз И только два Когда крышку будем делать Тогда уже И сделаем все вместе Не хочу Споттерные работы Сейчас производить Потому что Мне надо Ну как бы Хочется уже заварить И И закончится С варкой Варить было больно Вот это все Сегодня Представляете Я короче Лоханулся Я не те тапочки Одел Завтра Одену другие Ну вот Вот это Вот сегодня Вот это Вот так вот Выглядит Нога сварщика Больно Да Варишь Танцуешь Поэтому Когда Перед тем Как варить Включаешь Музыку на S90 А и варишь И так Ай-яй-яй Ай-яй-яй Ножки Прям пляс В общем Кто сварщики Знает Как это все Происходит Шов Шов уже Не надо Дергать Оловом Тоже Не надо Потому что Он без провала Понт Олова тратить Если его не будет Грубо говоря Я его споттером Почти выдержал Это все То есть Потом Вместе с крышкой Зашил И один Зашил И второй Зашил Что хотел сказать Ничего не хотел сказать Ага В общем Там зашито Там еще нет Далее Брал зажим Он где-то Даже здесь лежит Вот Корыто Немного Подтянул Потому что Смотрю Как-то Углы Не выдался Совпадают Ну Хлюпкая Была Поэтому Вот Зажим Подтянул Ну Прям За усилитель Стяжечкой Сразу Обварил 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 А Говорил Да Варится В принципе Нормально Это Она Перед этим Мы варили Сузуки Очень Цинкованно Очень Все плохо Здесь Как будто Цинк Вообще Не присутствует Хотя Вот Пообжигалок Как будто Присутствует То есть Металл Для Распарки Хороший Обварил 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 Это Изнутри Колеса Варил Здесь Здесь Коробушка Поэтому Эти точки Отсюда Варил Ну Большую часть Мы зачистим В принципе Болгаркой Если Что У нас Есть Бормашинка И Если Что У нас Есть Лепестковый Хотя Здесь Оно Все Закрывается А нет Эта часть Не закрывается Здесь Герметиком Заляпываются А тут Обшивы Стоят По идее Ну Да Обшивы Обшивы Стоят Поэтому Если Что Закроют Ну Как Б И У Все Потом Надо Еще Дно Будет Доравнять Вот Этот Момент Надо Доравнять Вот Это Все Изнутри Отсюда Хорошо Доравняет С помощью Нашей Буквы Зю Поэтому Я И не Равнял Перед Этим Вот Ямка Есть Она Выстучится Вон Она Ну То есть Доступ В днищу Есть Хороший Когда Подравник Снимем Все равно Еще Бак Ставить Кстати Доравняем Ну А потом Останется Один Усилитель И Второй Усилитель Зашить Один Усилитель Соединяющий Перемычку С лонжионом И другой То есть Осталось Порог Самое Противное Место Два Усилителя И Зашивалка И Задняя Панель Ну Как я и говорил Задняя Панель Это У нас С вами Отдельная Длинная Будет История Сто раз Эти Зазоры Контролировал Никуда Не Убежало Ничего И Это Хорошо Ну Вот Это Что В первые Полные Дня Лоханулся Я же Говорил Надо Давать Больше Миллиметра Полтора А я Короче Блин Я Сделал Подрез Один Два Круга А потом Когда Начал Варить Одуплился Что у Меня Даже Разрез От Болгарки Разве Расстояние Между ними Вообще Стало Меньше Чем Один Один Одва То есть Там В половину Уменьшилось И потом Короче Понял Что горе Утянуло Пришлось Резать Варить Здесь Уже С умом Здесь Уже Зазор Здесь Уже Давал На Миллиметр Больше Ну то есть Визуальненько Немножко Было Видно Я просто Это все Подгонял Один Кругом Один И два Кругом Услитель Резанул А потом Как Варить Отвертку Загнал Немного Раздвинул Увидел Что зазор С один Два Стало Миллиметра Два Два С половиной И тогда Уже Варил Тут Зазор Заплавлял С дверным Зазором Ничего Не Сталось Вот Шов Уменьшится Сильно Крыло Сильно Поднялось Когда Без Зазор Поварил Тряпочки Все Убрал Дабы Убедиться Что Они Не горят Зазор Полностью Одинаковый Стяжка Отпущена Но Время Сварки Все Таки Есть Клупая Мысль Ее Немножко На Миллиметр Натянуть Здесь У нас Тоже Все Все Хорошо В одном Месте Хорошо И В другом Солнечном Месте Тоже Хорошо Стопик Снял Дабы Не попалить Искрами И Погодом Осталось Завтра Заварим Заварим Нет Бак Потом Будем Ставить Подрамник Снимать Веселитель Потом Заварим И Завтра Мы В принципе Сможем Перейти На заднюю Панель У нас Все Есть Есть Ну да Всем удачи Всем пока Всем Провод И Провод И Провод И Провод 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 Продолжение следует...